Диана Шурыгина, привет из 2017-го, стала продавать пресеты. Пресет – это сохраненный набор настроек для обработки фотографий. Сегодня есть тысячи бесплатных пресетов, но кого это волнует? Шурыгина пишет, что цена пресета равна одной чашке кофе. По словам Шурыгиной, пресеты у нее купили 3000 человек. Заработала она на этом плюс минус 450 тысяч рублей. Подписчики Шурыгиной, остановитесь. Почувствовав вкус легких денег, она же скоро гайды начнет продавать. Вы сами потом пожалеете. Всем привет, сегодня новости из милого инстаграм мира, бессмысленного и беспощадного. Про тикток будет следующее видео. Понял, что тематические ролики нужно разбавлять выпуском новостей. Новости, как всегда, не самые свежие, собирал информацию и опять опоздал. Если это видео понравится, отправьте его кому-нибудь. А чтобы не пропускать новые ролики, обязательно подписывайтесь на канал. Вот у меня шапка серая, проверьте, чтобы и кнопка подписаться у вас была такая же. Хайпанув на фейковом разводе, Оксана Самойлова, помимо организации странных гивов, решила продавать инфопродукты. Самойлова выпустила гайд со своими бьюти-секретами. Она уверяет, что эту информацию не найти в интернете. Оксана пишет. В гайде собрана вся информация об уходе за кожей лица и тела, все уходовые средства, которые я собирала годами, определение своего типа кожи и подбор ухода, самые эффективные упражнения фейс-фитнеса и шпаргалка, как выбрать косметолога. На старте продаж сломался сайт гайда. Настолько огромным оказался ажиотаж вокруг этого инфопродукта или просто для сайта заказали дешевый сервер. В итоге купившие гайд Оксаны были шокированы. В тексте встречались ошибки и банальная информация из интернета. Например, умывайтесь перед сном и говорите себе комплименты. Не понимаю, кому вообще в здравом уме мог потребоваться гайд Самойловой. Но давайте посмотрим. Гайд Оксаны Самойловой – это 25 страниц с крупным шрифтом. Называется «Гайд Самойлова, но секретс». Название правильное. Секретов в гайде действительно нет. Я удивился, насколько дорогой уход советует Оксана. Например, только сыворотка стоит 50 тысяч рублей. Подозреваю, что у Оксаны просто закончились некоторые люксовые продукты. И чтобы обновить косметичку, она и устроила продажи гайда. Но купившие этот инфопродукт за 399 рублей вряд ли завтра побегут тратить сотни тысяч рублей на услуги косметолога и покупать люксовый уход. Оксана рассказывает, что пьет внутрь жидкий коллаген. То есть в гайде не только про косметику, но и про добавки немножко рассказано. В разделе «Про СПФ» есть плагиат. Информация о фототипах кожи взята дословно с этого сайта. Раздел «Про фейс-фитнес». Даются ссылки на видео с упражнениями по фейс-фитнесу. Все видео стоковые, надеюсь, хотя бы они были куплены официально. Совет по увеличению губ в домашних условиях упражнения «Лошадка» удивил. Ведь Оксана посещает косметологов, и ее губы увеличены точно не лошадкой. Затем идут лайфхаки для идеальной кожи. Не выдавливать прыщи, менять наволочки раз в три дня и прочее. Еще есть раздел «Про косметологию». Зачем до этого мы читали про уход, непонятно. Если вы найдете косметолога, он вам не подберет нужную процедуру или косметику. Оксана рассказывает, как выбрать косметолога, а лучше бы просто дала номер телефона своих косметологов. Нет ничего плохого, если Оксана решила сделать себе лицо. Но откуда взялись ее советы, как хорошо выглядеть при помощи ухода и отличного настроения? Этот гайд сложно критиковать, потому что это похоже на какую-то шутку. В середине 2020 года продавать информацию из интернета и рассказывать про свою косметичку. Самойлова своих подписчиков продает уже в режиме нон-стоп. Были гивы, теперь гайды. Я уверен, что гайд окажется далеко не единственным. Рита Дакота ведь тоже начинала с одного курса, а что там сейчас творится? Если же у вас проблемы с кожей, нужно обратиться к дерматологу или косметологу, а не покупать гайд из инстаграма. Мне показалось, что гайд Оксаны – это не самое уважительное отношение Самойлова и к своим подписчикам. Да, деньги плывут сами в руки за счет огромного количества доверчивых людей. А Самойлова становится синонимом слова «зашквар». Алена Веном слушает в сториз «Бизнес-молодость» и нам советует. Я снова начинаю слушать БМ, я постоянно к ним возвращаюсь уже в течение 7 лет. Ставлю вам небольшой кусочек, они клевенькие. Интересно, есть плаценту она решила тоже после тренинга в БМ? Может, это звенья одной цепи? Сначала ты слушаешь «Бизнес-молодость», а потом хочется поесть? Учитывая, что Алена слушает лекции БМ по психологии, может, все-таки лучше к нормальному психологу ходить на консультации? Основатель «Бизнес-молодости» Петр Осипов, он же не психолог, а шарлатан. Кстати, в ТикТоке на нарезке про Алену Веном и плаценту прибегает так много детей, что мне уже страшно. Они защищают Алену словами, что она может делать все, что хочет. Алена действительно может делать с собой все, что хочет. Но не нужно это транслировать на огромную детскую аудиторию. Мне кажется, что Алена много лет развивала свой блог и что-то важное упустила. Отсюда и увлечение психологическими лекциями «Бизнес-молодости» и желание поесть себя. Митрошина выступила в клубе 500. Это бывший трансформатор-клуб, убежище не только бизнесменов, продавцов непонятных курсов и убыточных франшиз, но и откровенных мошенников. Митрошина рассказала на бизнес-завтраке про личный бренд и Инстаграм. В сторис написала, что в такой клуб тоже хочет вступить. Если на Западе набирают обороты хэштег «FreeBritney», там люди выступают за освобождение Бритни Спирс от опеки отца, то в России пора запускать хэштег «FreeMitroshina». Если она попала в плохую компанию, ее удерживают там силой. Но с огромной вероятностью может оказаться, что это ее осознанный выбор, и тогда придется спасать уже нас. «Эвдоклар» запускает свой проект по обучению блогингу. Это очень свежая и оригинальная идея в середине 2020 года. «Я открываю свой инстаюниверсити, где будут только актуальные знания, применимые в реальной жизни», пишет Дуня. Подписчики в комментариях радуются, что наконец-то будет нормальный университет, а не какие-то там МГУ непонятные. «Меня пугает, что эти люди ходят где-то рядом со мной. Если вы зачем-то следите за Эвдоклар, думаю, вы видели, что Дуня подписчиков покупает в гивах по 2 рубля за штуку. В итоге подписчики эти негодяи не хотят лайкать ее посты. И Евдокия постоянно в сторис грозит, что удалит новый пост, если не начнут лайкать. Возможно, я вам программу обучения в инстаюниверсити сейчас рассказал, так как ректор этого университета, Дуня, блогерствует именно так. А я хочу сказать спасибо Лене Равен, Ольчику, Свете Р, Наталье А и Катрин К за донаты и помощь с развитием канала. А также хочу поблагодарить всех спонсоров. У Анюты Рай на дне рождения было 2 кокоса. Вот один кокос, вот второй кокос. Что я знаю про Анюту Рай? У нее 3 миллиона подписчиков в инстаграм и нулевая активность в профиле. Это наглядный пример того, как можно гивами убить свой аккаунт. Хороший пример для Эвдоклар. Но при такой плохой статистике рекламодатели у Анюты все-таки есть. Ведь даже деньги на 2 кокоса нашлись. Тимоти объявил, что уходит из Блэк Стар. Как говорится, ну уходит и уходит. Чего грустить-то? При этом с собой Тимоти унес свои треки и имя, а также доли в бургере, картинге и автомойке. И полностью забрал себе Блэк Стар Барбершоп, салон красоты и фитнес-центр. Нормально так откусил. Что у Блэк Стара вообще останется после этого? Клавокока? Я попробовал посмотреть несколько интервью с Клавой, мне не понравилось. Какая-то она злая. Телеграм-канал Сад Сновидений несколько недель назад писал, что холдинг Блэк Стар испытывает серьезные проблемы. Особенно Блэк Стар Бургер, который приносил большую часть прибыли. Блэк Стар Бургер даже взял огромный кредит, заложив свой бренд. А внутри руководства холдинга произошел раскол. Недавно еще брат Тимоти Артем открыл ресторан Чикен Мафия, в котором повторил концепцию бургерной. Это уже первый проект Тимоти не в рамках Блэк Стар. Не знаю, что тут еще сказать, был я один раз в этой бургерной. Бургеры нормальные, картошка не очень. 3 июня мне писали в бот. У некоторых блогеров развилась реклама некой Екатерины. Она продает брендовые вещи с дикой скидкой в 70-90%. Утверждает, что это с производства. Чувствует очередная ресейдерша хороших копий из Китая, у которой якобы друг имеет связи на заводе. Еще и гайды всякие продает. Прошло меньше двух месяцев. Полина Ананьева, создательница женской службы безопасности, выпустила пост, что ее и других блогеров обманула эта Екатерина. В комментарии пришла Екатерина и стала доказывать свою невиновность и грозить статьей о клевете. Вслед за этим Медняша рассказала в сторис, что сумка, которая была приобретена у Кати, оказалась неоригинальной. Игорь Синяк дал ссылку на Медняшу, написав, что у нее в сторис эта ситуация показана максимально подробно. Медняша сразу же закрыла профиль, чтобы получить бесплатных подписчиков. То есть Медняшу в этой истории интересовала не столько справедливость, сколько новые подписки. Вот такая Медняша, не будьте как Медняша. В этот же день Екатерина публикует пост, что готовится всех засудить. Екатерина также выпускает видео, на котором проверяет в бутике Гуччи кроссовки своей подписчицы. В посте Екатерина пишет, что если бренд захотел на производстве поменять какую-то деталь, то он не будет осведомлять всех консультантов в магазинах. Это какая-то глупость, видно, что Екатерина не работала в нормальных компаниях и не знает про корпоративную этику и стандарты обслуживания. Если бы консультанты работали, как им вздумается, не получая информацию из офиса, то в фирменных магазинах происходила бы анархия, как сегодня в Инстаграме. Полина показала в сториз, что на бирке сумки был код страны-производителя, ДР, хотя у компании такого кода нет. Екатерина в ответ в сториз прикрепила скрин, что такой код все-таки есть. Полина выпустила в сториз, что да, может код и есть, но разница между подделкой и оригиналом сумки тоже есть. Тем временем другие блогеры пошли проверять свои вещи на оригинальность и извиняться перед подписчиками за рекламу Екатерины. Медняша и Полина направились писать заявление в полицию и печатать скрины переписок как доказательство подделу. В полиции девушкам сказали идти в суд и подавать коллективный иск. И только в самом конце этой истории Полина и Медняша сделали то, что должны были сделать в самом начале. Они пробили Екатерину по номеру телефона на Авито и увидели сотни объявлений о продаже вещей Гуччи за 990 рублей. Вот такая история. Очень рад, что блогеры сплотились для того, чтобы доказать обман Екатерины. Они бы еще про плохие гайды и чек-листы так же шумели. Может быть и изменилось бы что-то. Хотя о чем это я? А это три лучших комментария из прошлых видео. Очень скучаю по тому времени, когда Инстаграм был не мошеннической помойкой, а простым приложением, в котором люди хвастались фотками. Мы все скучаем, сейчас надежда на ТикТок, но надежда может не оправдаться. Первое правило финансовой грамотности – не платить за курсы по финансовой грамотности, а также не брать кредит на покупку курсов по финансовой грамотности, потому что это безграмотно. Кажется, все зрители видео про продюсеров уже могут считаться продюсерами. Обязательно пишите комментарии, это помогает развитию канала. А лучшие комментарии попадут в следующий выпуск новостей. Что за год изменилось у Сабины? Сабина беременна. По мнению ее мужа, не работающего уже полгода, жена сама должна накопить на декрет, чем Сабина и пытается заниматься после покупки мужа в автомобиле за 940 тысяч рублей. Сабина продавала свои гайды, даже на скорую руку сделала курс по медитациям. Но сейчас она играет по-крупному. У Сабины теперь есть ТСЖ. Нет, это не товарищество собственников жилья. ТСЖ – это территория сильных или смелых женщин. Почему или? Потому что сама Сабина не определилась, как называется ее курс, и умудрилась в одном письме давать ему разные названия. Надо понимать, что аудитория Сабины – это люди в возрасте 14-17 лет. Но Сабину это не волнует, и курс у нее стоит от 6 до 30 тысяч рублей. Конечно, по всем законам жанра у нее была постоянная скидка в 50%, но на самый дорогой тариф скидки не было. Что же предлагает Сабина за такие деньги? ТСЖ – это курс по поднятию самооценки. Спикерами, кроме самой Сабины, были Шафранова Наташа. По представлению Сабины – психолог. Но на курсе Наташа рассказывает про теорию транзакционного анализа. Эти методики за много лет так и не прошли клинические испытания, хоть исследований было много и не были подтверждены эмпирически. Также транзакционный анализ строится на виктимблейдинге и продвигает идею ответственности жертвы, что уже далеко не про самооценку. Второй спикер на курсе – Алена Рускова. Актриса кино и театра, но, к сожалению, Гугл не знает такую актрису. Алена в курсе должна работать над раскрепощением учениц. Она предлагает на улице корчить рожи и кудахтать, как курицы. Я не знаю, может, это и рабочая методика раскрепощения, но позвольте мне усомниться. А на последнем вебинаре Сабины девочки в чате писали, что для них этот курс очень дорогой, а родители не хотят спонсировать Сабину и ее мужа. Ничего страшного, сказала Сабина, у нас для вас есть рассрочка. Ведь на декрет при муже, который уже полгода не работает, и объясняет жене, что так он ближе к ней, по-другому не заработаешь. Надеюсь, это видео получилось не грустное. Огромное спасибо, что смотрите. Посмотрите также вот эти видео. Всем пока.